Мировой рынок цифрового контента растет на 12-14% в год. В период с 2011 до 2013 год рынок вырос почти в два раза. Основные страны, которые употребляют контент в США, Великобритании, Японии, Южной Корее, на их долю приходится в денежном выражении порядка 70%. На долю России пока приходится порядка 2,5% этого рынка. Условно этот рынок может разделить на 4 части. Это игры, видео, книги и музыкальный контент. Соответственно, основным драйвером этого рынка как раз являются игры и видео. Если мы перейдем к видео, к мировому рынку ОТТ, мы также видим, что он растет схожими темпами, драйвит этот рынок вперед основными микрокаментами, так же, как в предыдущем слайде. США, Япония, Южная Корея, 60% мирового рынка приходится на них. В период с 2011 до 2013 год рынок вырос практически в 2,5%. Соответственно, если смотреть на российский рынок, то он также находится в стадии активного роста. Мы от мира не отстаем. Михаил уже этот слайд показывал. Кстати, спасибо вам большое, потому что здесь много информации от коллега с Джейсином Партнесс. На данный момент порядка из 73 миллионов уникальных зрителей и в 2017 году их будет 100 миллионов. По доходам, если мы будем переводить, например, сейчас порядка 5 миллиардов рублей этот рынок, и в 2017 году вырастет до 10 миллиардов. Если рассматривать, какие есть различия в ОТТ-рынке и в его развитии между мировым рынком и нашим, очевидно, что это в модели монетизации у нас 75% зрителей предпочитают модель, а вот рекламная модель с моделью просмотра идет. Во всем мире это всего лишь 46%, при том 38% предпочитают подписочные сервисы, у нас это всего 4%. Но, тем не менее, очевидна динамика, что абоненты готовы платить за контент, они готовы покупать контент, и с каждым годом этот процент все больше увеличивается. Если посмотреть на то, кто представлен на рынке, да, очевидно, что рынок мировой, он более сформировавшийся, неже в России. Основное, его можно поделить на две части, да, это ОТТ-операторы, интернет-компании, ну, это Netflix, Hulu, и можно поделить на операторов связи платное ТВ, это Viasat, Verizon, Sky. К сожалению, в России пока на данный момент операторы связи на этом рынке работали неактивно. Есть определенные приложения для смарт-ТВ, пускай есть мобильные приложения, но в основном весь рынок формируют игроки, ОТТ-операторы, интернет-компании, это Зумби, Ивер, Утуб, Левуо и так далее. Соответственно, на развитие рынка ОТТ с нашей точки зрения влияют, если поделить на две части, технологические драйверы и потребности пользователей. Технологические драйверы – это проникновение ШПД, повышение продаж смарт-ТВ, планшетов, растущие продажи смартфонов и также внедрение LTE-сетей. С точки зрения потребностей потребителей, они также растут. Потребитель хочет смотреть видео, ну, скажем так, с таким параметром, чтобы это было мобильно, интерактивно, чтобы была возможность социализации, персонификации видео, была обеспечена кросслоотформенность и видео было качественно. Соответственно, ну, это, к всем известной концепции, эволюционировало того, что ТВ не В, то есть, когда клиент хочет в любое время, в любом месте, на любом экране смотреть любой видеоконтент. И, исходя из того, что было сказано выше, ну, мы как федеральный провайдер рассматриваем ОТТ-рынок для нас как рынок возможностей. Определенные предпосылки нас сами толкают на этот рынок. Рынок фиксированного ШПД замедлил свой рост, арку домохозяйства интернета снижается, трафик продолжает расти, и цифровое ТВ имеет конечный уровень проникновения, ограничен сетью и проникновением в свою базу. Поэтому в операторном связи ничего не остается другого, как смотреть на новые рынки. И у нас есть определенные преимущества, то, что нам поможет выйти на этот рынок более легко и преодолеть барьеры. У нас есть контент, необходимый клиенту, у нас есть развернутая CDN-инфраструктура, есть отлаженная система продаж и обслуживания. Также мы имеем оба предоставления цифрового рекламного клиента. Если говорить про какой-то конкретный сегмент, на который мы видим, стоит обратить внимание федеральным игрокам. Это, наверное, линейное ТВ с нелинейными функциями. Я объясню, почему. Как известно, Россия входит в том, где есть и стран, по телесмотрению, по потреблению телевидения линейного. Я не стал здесь цифры предоставлять, но цифры разнятся от 230 минут до 330 минут в день на человека. Соответственно, линейное телевидение, если и снижается, то только в процентах, в абсолютных выражениях, за последние 10 лет, по-моему, на 30 минут в России потребление ТВ выросло. Поэтому мне кажется, что это тот сегмент, на который нам, как федеральному провайдеру, стоит обратить внимание, потому что мы работали с этим в цифровом телевидении, и мы имеем опыт работы с этим продуктом. Если говорить про конкретный NetbyNet, то мы в ноябре прошлого года подготовили как раз продукт, который отвечает всем этим требованиям. Это Wi-Fi РТВ, беспроводное телевидение цифровое, работающее на сети любого оператора. Вы можете смотреть любые каналы по телевизору на планшете смартфона в рамках одной абонентской платы. Это работает как через 2-бокс, это работает по Wi-Fi, это работает также в мобильных приложениях. Это телевидение с функциями паузы записи перемотки, 16 телеканалов цифрового качества, в том числе 18 HD. В ближайшее время у нас появится приложение Smart TV NPC, в результате у нас на данный момент готовое решение, которое можно показывать на всех экранах. Это то, чего федеральные операторы до недавнего времени рисовать так или иначе не могли, не хотели или у них не было на это время. Соответственно, мы на прошлой неделе выпустили также Wi-Fi Mobile, это продукт, который позволит смотреть наше телевидение на планшетах с нашим же интернетом. Мы в партнерстве с Мегафоном спустили мобильную передачу данных в Москве и Московской области, также еще бы хотелось отметить про еще один путь развития федеральных операторов. Помимо того, что можно выходить самим на B2C рынок, есть еще большой B2B сегмент, который также федеральным операторам будет интересен. Рынок закончил свое, так сказать, формирование, что каких-то крупных МНД сделать, наверное, не предвидится в ближайшее время. И порядка 15% операторов, которые остались на рынке 15% абонентов, обслуживаются региональными или локальными операторами и продолжат ими обслуживаться. Зачастую у этих операторов нет цифрового телевидения. Либо есть кабельное, либо вообще отсутствует любое телевидение. Поэтому для таких операторов мы бы хотели предложить наш Wi-Fi RTV как партнерский продукт, который они смогли бы продавать своим клиентам. Это позволит им избежать инфраструктурных инвестиций. Они получат качественный продукт, получат полный мультискрин, получат легальный контент, техническую поддержку от нас и, соответственно, это даст им возможность бороться с федеральными операторами, позволит им, возможно, увеличить арту и снизить отток. В любом случае, резюмируя, я его очень быстро высказал, резюмируя свою презентацию, хотел бы сказать, что федеральные операторы видят этот рынок, как рынок возможностей, как рынок получения дополнительного дохода и дополнительной абонентской фазы. Спасибо. Если есть вопросы... Прошу вас. А, девушка. Какую модель, которая подробно дается в техниках? В отношении правообладателей, ну, что это такое, в отношении ограничения прав? Ну, мы работаем с обладателями по этому вопросу. Еще что можно ответить? Нет, с точки... На данный момент... Вопрос просто можно. Ваши, есть важный вопрос. Вы начинаете предоставлять оператору? Вы начинаете предоставлять оператору? Ну, мы, предоставляя ОТТ, уже начинаем предоставлять операторам. Здесь это оформлено в какую-то договорную форму, и, возможно, там, модель парения мишени. Ничего не меняется, да? Здесь у меня выступал коллега из моего ТВ, у которого был кейс, когда один из локальных операторов просто купил их приставки и стал продавать своим клиентам, потому что не было цифрового ТВ. Естественно, никаких трудностей сделать то же самое нет у нас. Ну, понятно, да. А какое агентство вознаграждение для операторов? Ну, я, наверное, коммерческие будут подробности здесь не буду обсуждать. Вы можете обратиться. Ну, изучаем же рынок, да. Ну, это ревни-шер, вопрос разделения дохода здесь, да. Вопрос, сколько процентов получит оператор, сколько процентов получит локальный оператор. Ну, и второй вопрос, как вы видите, насколько получится аркуль и проникновение? В данном случае у вас за счет этого суммы. Какое будет проникновение у вас ближайший год, два, три? И как аркуль? Вы смотрите, ну, здесь больше про рынок, наверное, какие-то коммерческую информацию я бы не хотел говорить. Безусловно, у нас бизнес-кейсы подготовлены. Мы видим аркуль, известно, да, от цифрового телевидения, там порядка 150 рублей в месяц. Абонентскую базу, скажем так, стартовав в ноябре, у нас были определенные планы. Мы, скажем так, неожиданно эти планы переводимы для себя, да. Скажем так, рынок потенциально интересный для нас. Поэтому, ну, за подробностями, я говорю, может все, у нас в пиар-служба наша обратиться, если они посчитают, то, чтобы они ответы по цифрам. Редактор субтитров 0.041. Убил super! Убил ты этот князь! Если вы, скажем так, неожиданно это? Убиле! 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 Убиле!